Приветствую вас! В этом коротком видео я расскажу вам о том, как я-формулировки значительно повышают продажи в ресторанном бизнесе, да и в любом другом. Для того, чтобы понять, что такое я-формулировки, давайте обсудим не я-формулировки, которые обычно используют люди, когда общаются с гостями, с клиентами и пишут тексты в своих социальных сетях. Вот посмотрите публикации с рестораном про романтический ужин, и дальше мы читаем за подробным меню блюд, обращайтесь к нам в Директ, и дальше фраза «Бронируйте стол заранее». Это называется повелительное наклонение, и как только ты дочитываешь до конца, сразу создается ощущение, что «А мне оно зачем надо? Почему я должен обращаться к вам за подробным меню?» Вы должны написать что-то другое для того, чтобы я такой «О, пойду-ка посмотрю на меню». Большинство людей, которые прочитают эту публикацию, не дойдут даже до момента ознакомиться с подробным меню блюд. Давайте посмотрим вторую публикацию. Отметь свой день рождения. Ну, во-первых, обращение на «ты» к гостю, даже если кафе позиционирует себя как молодежная, не самый удачный ход. И снова мы видим призыв в повелительном наклонении «Проведи свой праздник в атмосфере камерного гастробара». Лучше использовать другие формулировки, и я вам сейчас в течение ближайшей минуты расскажу почему. Сейчас на слайде вы видите еще множество примеров неэффективных формулировок, которые постоянно используются сотрудниками ресторанного бизнеса. Подождите минутку, я уточню. Попробуйте наши новые стейки, пройдите в гардероб, посмотрите, пожалуйста, без дачи. Оставьте ваш номер, я вам перезвоню. Внимательно ознакомитесь с правилами акции и еще много-много подобных примеров. Будет здорово, если в комментариях к этому видео вы напишите еще подобные формулировки, которые часто используют сотрудники сервиса. Наташа, ну почему такие формулировки смешают продажи? Ведь наоборот, все курсы по продажам, все курсы по СММ говорят, что используйте прямой призыв, чтобы человек на этот призыв реагировал. Но давайте вспомним чудесного мистера Ньютона, который известен в том числе своим третьим законом Ньютона. В нем говорится о том, что сила, направленная на какой-то предмет с какой-то силой, вызывает ровно такое же противодействие этого предмета, но в обратную сторону, с этой же силой. Таким образом, когда мы используем в общении с клиентами и в продажах формулировки, которые чуть-чуть как бы давят, а это давление, придите, возьмите, используйте, дайте, подождите, то в ответ мы вызываем ровно такое же сопротивление внутреннее у того человека, кто слышит или читает эти формулировки. Люди не любят, когда они манипулируют. Они даже могут не думать о том, что вы им манипулируете. Это считывается подсознательно вот с помощью таких фраз. И в этом коротком видео я расскажу вам сейчас, какие фразы лучше использовать вместо тех, которые, согласно третьему закону Ньютона, вызывают сопротивление. И вы думаете, что используя такие формулировки, вы стимулируете гостей сделать нужное вам действие. На самом деле нет. Вы вызываете у них внутреннее сопротивление и уменьшаете этими формулировками вероятность того, что человек захочет совершить нужное вам действие. Кстати, тоже буду вам признательна, если вы напишите в комментариях, нравится ли вам, когда вы видите обращение на «ты» в публикациях рестораторов, и что вы сами чувствуете, когда слышите вот эти призывы. Позвони нам, закажи стол, проведи свой праздник, купи три пива, четвертый, получишь подарок и подобные вещи. Ждем ваши комментарии. Поэтому для повышения продаж мы советуем научить всех ваших сотрудников, от официантов до управляющих и смс-щиков, использовать «я» формулировки. Примеры «я» формулировок вы видите сейчас на экране. Вы как бы обращаете действие на себя. Вы предлагаете, что вы что-то сделаете, тем самым человек, с которым вы общаетесь, не чувствует, что вы на него давите и пытаетесь призвать его к какому-то действию. Давайте посмотрим. Пройдите в гардероб. Вместо этого лучше говорить «позвольте проводить вас в гардероб?» То есть «я собираюсь проводить вас в гардероб, а не вы должны туда пройти». Вместо фразы «оставьте ваш номер, и я вам перезвоню» лучше говорить «могу я взять ваш номер, чтобы перезвонить вам, как только я уточню информацию?» Следующий пример вы можете прочитать сами. «Я» формулировкам нужно учиться абсолютно всем, особенно тому, кто ведет профиль в Инстаграм, но и управляющим, и менеджерам, официантам, постсоверменам, абсолютно всем, кто контактирует с гостями, и всем, кто хочет общаться с людьми в свою пользу. Для того, чтобы вы могли потренироваться в этом навыке сами и потренировать ваших сотрудников, мы приготовили для вас подарок. Абсолютно бесплатно по ссылке в описании к этому видео и без всякой регистрации и оставления ваших данных скачайте бланк, в котором вы найдете эту же теорию в кратком текстовом виде и ряд неэффективных формулировок, а справа свободный столбец, где для тренировки полезно вписать, попробовать эффективные «я» формулировки, о которых вы узнали в этом видео. Если вы захотите обучить ваших сотрудников этому полезному навыку, вы можете отправить им ссылку на это видео, затем распечатать бланки, которые вы можете скачать по ссылке в описании к этому видео, выдать им эти бланки, предложить заполнить, для начала поменяться с коллегой и обсудить, чьи формулировки лучше и почему. Эти формулировки можно обсуждать на планерке, затем вы можете поменять неэффективные формулировки на новые, чтобы продолжать практиковаться и снова и снова тренироваться. И таким образом через месяц все ваши сотрудники будут использовать эффективные «я» формулировки в большинстве случаев, чем будут активно повышать продажи и привлекать к вам новых гостей. Полную коллекцию по этому навыку «я» формулировок с подробным видеоуроком и, главное, с бланком, с ответами, где мы написали эффективные переформулировки, можно найти у нас на сайте, также ссылка есть в описании к этому видео. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, еще больше полезной информации в нашем профиле в Инстаграм, если у вас есть любые вопросы, связывайтесь с нами в директе Инстаграм или по электронной почте. В директе Инстаграм я отвечаю быстрее. Всего вам доброго, хороших продаж и процветания в вашем бизнесе.